С 1 июля этого года вступил в силу закон о применении светоотражающих элементов в темное время суток. Их раздают в школах, но можно приобрести и самим. Репортаж об этом подготовила Юлия Погасьян. Наталья, сегодня я убила сразу двух зайцев, привезла хороший сюжет и разнообразные светоотражающие элементы. Разные цвета, формы, как, например, у тебя браслет, брелоки, которые можно прикрепить к одежде или сумке. А как это работает, Юля? Для этого достаточно просто погасить свет в студии и представить, что мы находимся за городом в темное время суток. Проезжает автомобиль и если на вас фликер, вы сразу становитесь заметными. Юля, а где их можно приобрести? Купить их сейчас очень легко, они стали доступными, например, на почте России. Статистика пострадавших пешеходов в дорожно-транспортных происшествиях неумолимо растет. В период, когда световой день значительно сократился, увидеть на неосвещенном участке идущего по обочине или через дорогу человека затруднительно. Выход кроется в маленькой детали, которая способна сделать большое дело – спасти жизнь пешеходу. В 5 часов вечера уже достаточно темно, а в 6 часов вечера уже, как мы говорим, выкли глаз. Наши водители страдают от того, что пешеход, идущий по обочине, проезжей части, практически находится вне зоны видимости. И вот световозвращающий элемент дает возможность водителю за 200-250 метров увидеть человека, идущего по обочине. Надо лишь дойти до почты и купить одно из разновидностей светоотражающих элементов, чтобы защитить себя и своих близких от несчастных случаев на дороге. Что и делают родители, а не основные потребители фликеров. В основном мамы приходят с своими детишками, покупают каждый день. В основном берут браслетики, либо на брелочке, их вешают, наверное, на портфеле. Ну, покупают, покупают, да. Да, да, вешаем рюкзачки на одежду, потому что пешеходов нужно видеть в темноте, издалека. Кажется, жизни младшего поколения не угрожает опасность загреметь под колеса автомобиля по халатности родителей детей. А вот пожилые люди не хотят брать положительный пример. Я никуда не хожу, поэтому, может, мне и не надо. Не надо мне. Почему? А зачем? Я не хожу там. Говоря, мы никуда не ходим, они уже противоречат себе. Ведь встретили мы этих пенсионеров на улице. И пусть в черте города, но и здесь бывают плохо освещенные улицы. А на кону собственная жизнь. Когда пешеходы возникают, я их не вижу. И очень страшно на самом деле. Поэтому я только за. И в городе тоже должны носиться. 55 рублей. Таковаться на фликер-браслета, который может обезопасить вашу жизнь. Невеликая сумма, чтобы чувствовать себя в роли пешехода увереннее. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Продолжение следует. Спасибо.